Всем привет, с вами Арксплей и мы будем играть в дотку и делать ОСПлей. Со мной будет играть один зритель. Просто рандомно взял зрителя и посмотрим на его скилл, так сказать. Ну и просто запишем ОСПлей. Я сейчас хочу набить быстрее 13 левел, поэтому скорее всего я буду уже набирать в игры зрители. В идеале набирать вообще по полной тиме. То есть плюс 4 зрителя. Но пока у меня только один есть. Ну что ж, let's go, let's go, let's go. Сейчас посмотрим, что у нас пикнут враги и потом мы сделаем свой супер пик. Опять же смотря для чего мы будем играть. Если мы хотим играть чисто на победу, то конечно можно обузить, правильно? О, Warcraft. Warcraft. А если просто... Ну лучше всего хочется делать антипик. Вот самый лучший пик это антипик. То есть кто-то говорил, что дота 2 это шахматы. В каком-то смысле это правда. В первую очередь в начале это шахматы в том плане, что мы должны придумать антипик. Как будем убивать этих мудаков? Можно в принципе 90% выиграть, если мы возьмем какого-нибудь массового станера. Например, Тайда или Варлока. Видите, они не пикают ничего. Ладно, тогда мы сделаем следующим образом. Мы возьмем Фантом Асадин и будем нагибать. Вот у меня сейчас баг с курсором. Секунду. Все, баг ушел. Хороший здесь вариант пикнуть Вантом Асадин, потому что там игры это враги более-менее такие средненькие. Некоторые, ну, трое из них более-менее тонкие, один толстый, при этом там магдамага минимум. Ну вот, например, да, Огр это говно. Я бы лучше пошел фармить низ. Ну, как я понял, инвалид занял низ. А у нас саппорты вообще будут в Тиме? Или я пошел бы фармить, а мид, почему бы на миду нам не постоять? Пойдемте, мид постоим. Пускай это говно идет на топ. Я не знаю, куда они идут, никто ничего не говорит. Так, сейчас я секунду закапываю ноздрю. Ну, смотря против кого мы будем стоять. Если стоять против... О, молодец. Обожаю таких игроков. Сначала рандомят героя, потом его репикают. Это вообще, это забейте. Это высокий класс, так сказать. Так, сейчас я секунду. Скушаю рыбки немного. Если будет пудж, то будет изи. А если не будет пуджа, будет жопа. Да нет, ты не бид, чувак, я уже мид. Ты что-то перепутал. О, против пуджика. Так, давайте сейчас мы поставим бинт. О, люблю дабл мид. Дабл мид поставил я с удовольствием. Дабл мид, дабл мид. Нам пуджа бояться не надо. Нам сейчас самое главное пофармить, больше нам ничего не надо. Просто пофармить. Опа. Опа. Так. Хотя пуш нас убить, в принципе, может. Так. Ладно, первое число, нужно собрать фризы. И по кд в это говно будем кидать первый скилл. Первым скиллом мы можем фармить, если нас вообще не будут подпускать. Опа. Кстати, мы получим так быстрее шестой левел. Пошла отсюда, псина. Неприятно, да? Я понимаете, чувак. Чем быстрее получим шестой левел, тем будет лучше. Пошла отсюда, псина. Окей, ладно. Делаем акцент на первый скилл, так уж и быть. Я хочу продамажить это говно по максимуму. Чтобы он страдал. Все, заюзал банку, хорошо. А я смогу ее сейчас бить? Я смогу ее сбить. Все, порегенилось говно. Ну вот как-то так, чувак. Делаем акцент на первый скилл. Чтобы у нас уменьшалась кд и стоимость мани. Лови, параша. Неприятно, но я тебя понимаю, чувак. Но он, конечно же, купит банку, это логично. Нам самое главное, что, быстрее получить шестой левел. Чтобы у нас появилась ульта. Говорим, что жруха ушла. Тут у нас есть инвиз. На инвиз нам, в принципе, нафиг не усрался. Само собой, мы банку покупать не будем. Мы же не ДЦП. Вообще, за фантомку я пошел бы на обычный лайн. На мид я пошел. Вы видели почему-то? Потому что никого не было на миду. Ну, само собой, банка, да. Ага, пофармило говно. Опа! Сейчас, конечно, опасно. Сейчас этот дерьмо нас уже может убить. Если он попадет с хуком, тем более. Но, если будут рядом идти крипы, мы всегда сможем уйти со второго скилла. Опа. Опа. Братюня, я тебя покушать принес. Так, давайте качнем сейчас третий скилл на разок. Опа. Ну да, убил моего и просрал своего, красава. Давайте пока пофармим с помощью первого скилла. Потому что реально опасно очень стоять там. Этот дебил даже не может добить крипа своего. Бедный. Так, бей, и я бью. Ну ладно, почти. Опа. Ей вообще легко фармить. Очень легко. У ней великолепная анимация. Не то, что вот этой инвокера босса. Здесь вообще все отлично. Опа. Там она просто рассчитывает. Нам пуш, видите, ничего не может сделать. Вообще ничего. Он, в принципе, даже не пытается кинуть хук. Опа. Так. Собираем фрезулю в первую очередь. Осторожненько и уходим. Ну, у него банка, поэтому первый скилл кидать сейчас вообще никакого смысла нет. Ну, мы кинем разок, ладно. Так, появился у нас. Окей. Все. Мы прокачиваем, безусловно, первый скилл. Он нам нужен. Наносить дамаг будем. Ну, я и говорил уже, стоимость даггера будет гораздо дешевле. Давайте заберем рун, чтобы это говно не забрало. Все равно пока будет тяжело убить. Хотя, можно попробовать его с ддшкой убить. Но у меня даже нету этого ботинка. Эй, говно. Параша. Нет. Опасно пока прыгать. Можно, конечно, попробовать, но очень опасно. Оп-оп-оп-оп-оп. Опа, забрали. Забрали, отлично. Собираем фрезы, давай, братьюня. Фрезулечку собираем. Параша, иди отсюда, чмо. Видимо, какой униженный говно. Давайте сейчас убьем парочку крипов, потому что они сейчас все под вышкой будут. А мы пойдем в лесу, убьем пару. Само собой, я буду собираться через Маднес. Сразу говорю. Опа, отлично. Фрезы у нас теперь появились. Ну что, это был бы я-не-я, если бы я собирался без Маднеса. Как можно собирать Фантом Ассасин без Маднеса? А, забейте. Так, Пуш вернулся. Давай, братьюня, давай. Ну что, такое жирное чмо? Ага. Во. Все, отлично. Теперь у нас появились фрезули. У нас теперь будет хороший криток. И давайте мы сейчас до конца соберем наш щиток. Так, я не вижу фуджа, мне это не нравится. Мне это очень сильно не нравится. Очень. Он там стоит, да. Он стоит там. Вон на чему. Опасно было, кстати. Он мог меня убить сейчас. Но ничего страшного. Таких лохов обоссывали. И сейчас идем как можно быстрее в Маднес. Давай, братьяня. О, критуля пошла. Отлично. Давайте говорим, что это говно ушло. Пока, в принципе, он даже не пытался кинуть хук. Но хотя ему сложно будет попасть. Потому что я стою тем более между крипами. Опа, давай, братиша, давай. Жруха, ты где? На, красава. Вы видали, да? Ох, Регеночка. Шага, что у нас второй скил не работает на Регенку. Это не очень логично. Было бы честнее, если бы он прыгал ко всему. Смотрите, бичиха бедная. Опа, 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 опа. Обоссалась. Обоссал. Бомжа пойдет и такое. Так, кто у них там есть в дальнем бою? У них там... Снайпер, да, мог бы меня ультой убить. Поэтому давайте отойдем немножко сюда. Вот, отлично. И начнем уже собирать Маднес. Позовем Куропатку. У нас уже будет Маска Реген. Это хорошо. Говорим, что Пуш ушел. Так, что-то мне кажется, я рискую. Давайте отойдем немножечко. И прокачиваем второй скил теперь. Когда мы первый прокачали, начинаем прокачивать второй. Отлично. Все. Восьмой левел. Пойдемте, наверное, ганганем уже. Чего нам стесняться? Здесь у нас Магина. Здесь мы ничего не сделаем. Вот это дерьмо бы я ганганул. Снайпера лучше всего, конечно, гангануть. Весгел, весгел, весгел. Еще раз говорю, что Пуджа нету. Он прямо здесь может сейчас меня хуком кинуть. Пуш меня сейчас убить может, в принципе. У меня очень мало ХП, всего лишь 700. Так, там это говно. Ну, давай, давай. Давай, братиша, давай. Вот, это мне нравится. Опа. Спасибо тебе чему-то, что мне помогло. Нулевая херня бесполезная. Правильно, все нужно делать самому. Не забывайте фармить первым скиллом. Опа. Опа. На. Ну, где мои критули? Так, вот там какие-то чмошники собрались. Пуджик. Ну, пойдем, пойдем Пуджико. Пуджифильм. Ну, мы его сейчас не догоним. Ну, давай, давай. Опа. Опа. Чмо, давай, тормози его. Тормози. Отлично. Опа. Ну, вот и все. Спасибо тебе за руну, чмо. Отлично. Ну, вот таким вот образом мы собрали Маднесс. Теперь будет совершенно другая игра. Но нам нужно не забывать, само собой, что с Маднессом по нам увеличен физ урон. Поэтому Маднесс нужно тоже использовать с умом. То есть, когда мы, например, бежим за врагом, а не когда мы прыгаем один на четыре, нас в любом случае убьют. Тогда смысла нету юзать Маднесс. Дальше собираем БКБ. Лучше всего собрать БКБ. Один из самых лучших артов для нашего героя. БКБ мы сможем наглеть и убивать. Наглеть и убивать. Кто там оранжевый? О. Пойдем это говно попробуем убить. Так, пужик идет. Чемошный. Ну, давайте, давайте. Организуем что-нибудь. Ну, пошли, пошли, пошли. Эй, ты, фараша. Ну, хоть не меня скушал, молодец. Ну, крик, хоть один крик. Да, матерь божья. А вот если пошел бы с ФМ, и то он бы там нафидил чимой и ливанул. Да, ультанул БКБ. ДЦП. Ну, мне повезло, конечно, что он мог меня ультануть. Ему, в принципе, было бы все равно в кого. Да, да, шмара. А теперь смотри, что я делаю. Опа. Опа, давай, шмара, давай. Ну, да, ну, на говно. Почему этому лоху отдали? Нечестно, вы видели. Я все сделал, этой бичихе его залетил. Такое тоже бывает. Ладно, отлично. Все, потихонечку собираем БКБ. Еще раз говорю, БКБ это самый идеальный итем для нашего героя, потому что мы сможем так наглеть. Это вообще забедено. Мы никогда никого не будем бояться. Никаких-то там огров, у которых стан. Да срать вообще на него будут. Еще плюс в том, что у нас в лесу фармит гуля. Я надеюсь, что он прямо руки будет. Не кусок говна. Это тоже плюс в этом есть. То есть ему это не мешает даже. Пуш пытался там два раза что-то сделать, его обоссали. Ладно, бежим на базу, покупаем ТП-шку и гоу-гангать. А пока я выпью за ваше здоровье чая. Ладно, let's go. Let's go! С ФС, что там, хоть что-нибудь вообще сделала в этой игре? Фун, днище 0.1 обоссанное. Все, появилась у нас ХП-шка, видите, да? Только там почти 200 ХП дало. Магину, конечно, тяжело-то будет убить, но попробуем. Давайте купим еще одно ТП. Я просто не представляю, как я буду его убивать. Он, в любом случае, прыгнет. Если он... Стан есть. Давай, Стан. О! Самое главное, нам постараться не подыхать. Сейчас мы не должны дохнуть, ни в коем случае. Так. Пуш у нас коричневый. Ну, пойдем попробуем это говно убить. Блин, а... Нет, его мы не убьем. Его мы не убьем. Давай, шмара. Ну, давай. Ну! На, параша, сдохни. Так, теперь очень опасно. Пуш у нас коричневого. Меня сейчас могут убить, конечно же. Очень опасно. Очень опасно. Я надеюсь, что здесь никого не будет по близности. Давай, уходим. Нормально, все. Жив-здоров вроде. Фух, догнал. Его, конечно, ошибка была. Он начал делать Стан. Он в любом бы случае... Я сразу понял, что он будет делать Стан. По своей анимации он бы в любом случае не успел его реализовать до конца. Эй, ты говно. На! Блин, чтобы крит прошел. Кстати, он может сдохнуть. Давай, ну сдохни. Еще один разок должен стрельнуть. Да. Видели? Может быть, потому что я кинул даггером. Тоже повлияло. Хотя, может, он без даггера бы сдохнул. Так, там драка. Мы должны быть везде, где драка. Или просто пойти фармить. Ты все, что ли, подрались? Ладно, немножко хочешь. Так, ну-ка, смогу я сейчас подраться? Пофармить? А, ну нормально, смотрите. Пофармим давайте. Отлично. Все, прокачиваем наш крит. Все, отлично, идет. Почему мы не можем прыгать? Я не понимаю. Это нелогично. Это же не магический урон. Вот, валвы, давайте фиксите это говно. У них иммунитет к магии. Но это не магия, это просто прыжок. Сраный прыжок. Если у них, кстати, будут варды здесь, мне было бы уже жопа. Просто бы кинули меня говном и все. Мы можем, не забывайте, юзать маднес, потом врубать фризы. И у нас будет максимальная скорость. 522. Больше скорости только у одного героя. Читерского героя под названием. Блуд секир! Я спел песенку им. Я надеюсь, она им понравилась. Так, ну пойдемте. Пойдемте попинаем их. Пошли. Кстати, хорошо. Молодец играет этот... Весь доктор, да? Я думаю, что он будет лагать, вылетать. Потому что он сам говорит, что у него грузится очень долго. Давай, давай, давай. Ну. Танкуйте, не я же буду танковать, дауны. Думайте, что мы очень тонкий герой. Ну. Да господи Иисусе, что вы ходите? Ну ладно, забейте. Это просто кривая тима. Что делать, я не понимаю, дауны эти? Давай. Опа, так, первого. Опа. Меня не скушали? Нормально, я жив-здоров. На. Так, ну все, каждый по одному забрал, нормально пойдет. Я же говорил, так, мне ДЦПшник бесит. Бесполезно, давайте мы ему кинем красную лампочку. Он реально бесполезный. Всю игру фармит, потом садится ВД. ВД убивает, он пишет, я же говорил. Хорошо, продолжаем собирать. БКБ, это сразу шанс на победу повышается. Ну, магину сложно убить. Здесь, наверное, даже придется собирать нам... Давай, параша, ну. Нет, нет, я не пойду. Я пошел бы, но нет, нельзя. Потому что там, скорее всего, видите, будет или пуш, или этот... Или огар. А без БКБ смысла вообще никакого нет. Видели, я успел. Прикиньте, он пытался добить. Прикиньте, что за Чемошник. Он пытался добить руну. Да, перехвалил, перехвалил. Ладно, фармим. Так, кто там голубой у нас, снайпер? Ну ладно, снайперенок, давай, детка моя, поиграем с тобой. Пойдемте пока немножко пофармим. Если вам реально тяжело играть, в том плане, что у вас постоянно контри, а такое тоже бывает. Если враги, например, в скайпе, они могут договориться, что вас будут постоянно всю игру искать, втроем-четвером убивать. Но здесь, конечно, будет очень тяжело выиграть. Как вариант, пытаться что-нибудь в лесу сделать. Это вариант. О, ну, смотрите, он уже все, он униженный в говно. Давай. Ну, параша, ну сдохни. А, драться хочешь, пвп? Давай, брати, я жив. Я жив, здоров, братишка, выходили, за мной бегут. Ну, у него даггера нету точно. У этого тоже нету. Они, видите, они не успевают развиваться, потому что у них 12-4 у нас счет. Конечно, они не успеют развиться. Фук, до сих пор еще ни разу не убили. Это хорошо, хорошо. Это хорошо. Ладно, бежим. И почти у нас есть БКБ. С БКБ нам вообще будет срать на этих бомжей. Просто срать. Снайпера тоже уже законтрили. Контрилили, он уже все, обоссанный. Давай, братюня, давай. И опять же, когда я вот играю соло, так бесит, когда по 4 скайпера попадаются с двух сторон. Так нечестно, это вообще забейте. Никогда не понимаю, почему ДЦПшные валвы не могут нормально сделать соло игры. Просто соло. Сделайте вы соло и групповые. Почему так все сложно? Ну ладно. Здесь у нас опять какие-то раки ссанные. На, говно. Давай критули. Нет, критули нету. Критули нету. Самое главное, чтобы... А, вот пуши-то здесь ходят. Самое главное, чтобы все станды прошли не в нас. Пускай они убивают ВД, нам вообще все равно. Ну что такое-то, а? Ну как так? Так, 970 потихонечку собираем. Тихо-тихо, не лезем. Пуши, я не знаю, на что-то надеяться. Да, он... Поэтому лучше не стоять, а пойдемте лучше в лес пофармим. Соберем БКБ и закончим по фасту игру. Оп-оп-оп-оп-оп. Потому что первого скилла... Это мы можем любого врага замучить до смерти. То есть по КД кидать в него это говно. У него пойдет пена изо рта, он заплачет или вонет. Так, 1375. Там драка идет. Давай, братюня. Пошли, 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 пошли. Драка-рака. Драка-рака. Ну, сэфэ. Вы видите, они начали уже отдаваться. Зачем они подыхают, ходят? Давай, братиша, давай. Блокинг-бар. 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 Опа-опа-опа. Опа-опа. Вот так вот, друг мой. Вот так вот. Вот такие вот дела. Здесь сейчас пушку кидает и убивает, да? Нет, не кинул. Ладно. Наверное, не стоило даже было врубать БКБ. Но, раз я собрал БКБ, конечно, было бы логично его использовать. Тем более, он бы мог кинуть стан, начал бы там убегать. Зачем это все надо, правильно? Давай, братиша. Так, пуджа здесь нету. Что же мы будем собирать дальше? Вы, наверное, думаете, гадаете, карты раскладываете. Само собой, доедалось. Ну, что за фантом-ассасин без доедалось? Ей можно любой арт собрать. Можно дезолятор, но у нас уже есть маска модная. Смысла в этом мало. Хотя, я уже говорил, что можно использовать то и то, просто переключая. Можно собрать БФ-шку. Но мы будем собирать доедалось. Как профессионалы. Нахрен, пошла дура тупая. Абосанное чмо. Давайте мы вырубим помощь. Мне эта гуля нахрен не усралась. Бесполезный кусок блевоты. Лазь в меня. Брыган бесполезный. Кусок дерьма. Я сейчас спокойно могу под вышку прям пойти. Давай, братиша. Опа. И все. Чмо. На. Так, сдохла. Давай, детка, пошли. Тихо, тихо, тихо. Опасность, опасность. Я чувствую опасность. Не лезем, не лезем. Нельзя нам погибать. Нет. Нельзя погибать. Нельзя, нельзя. Эй, ты чмо. На тебе. Тихо, 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 тихо. Ох, тварь, а. Нам ману никто не дает. Фризы. Завич доктора, фризы, матерь божья. Завич доктора, фризы. Это просто уникальный человек. Прикиньте, да? Фризы. Ой, господи. Просто у меня слов нету. Фризы. То есть у нас в Тиме, получается, ни одних арканов нету. Ни одних аркан. Смотрите на закуп. Видали, да? Ладно, забираем потихонечку итемы. Пойдемте, пофармим. Самое главное, чтобы наших никто не трогал. Они сейчас могут, кстати, прийти к нам. Опасно, опасно. Давайте отойдем. Я рискую, рискую, рискую жизнью свою. Сколько у нас маны? Это ничего не стоит. Да, это маны у нас не стоит. У нас 25. Это нам нужно, получается, 50, 15, 65, 80. Ну, как у человека 90 маны нормально. 90 маны у нас нормально. Поэтому мы можем поучаствовать в замесе. Я чувствую, что рядом кто-то есть. Это реально, прям чувствую. Куски говна. Где вы выходите? Чмыри. Ну, ладно. Пока они не хотят, пофармим. Не забывайте, что любое лишнее время лучше пойти пофармить, чем просто бегать. Давай. Так что, если это параши сейчас буду забирать... Чмо. Ну, чмо, я говорю. Просто выродок. Это ноль, да. Он просто получит победу просто так. Ого, на базу, рак. Посидим на базе. Не, я говорю, из принципа. Я не буду это говно таскать в замес. Не собираюсь. Посидим на базе. Вот, теперь можно идти в замес. Выродок. Меня вообще бесит. Такая шмара. Посмотрите на этого инвалида. Вы посмотрите. Один, один, семь. И то один килл он забрал, когда вылез из меня. Один, один, семь. Ну, я уже говорил, да, что в любом случае мы сейчас с вами здесь будем делать всю игру. Опа, опа, опа. Ну ладно, одного крипа забрал. Пойдем побегаем с тобой. Пойдем. Пойдем пофармим. Гоу, пофармим. Давай, друг мой. Вместе еще пофармим. Ой, а здесь ничего нету. Пойдем здесь пофармим. Пошли. Гоу, фармить. Гоу, фарм, чувак. Давай, давай. Гоу, фармить. Давай, братиша. Давай, у нас сейчас будет фарм тиммейтами. Давай. Я знаю, что он сейчас хочет. Да. О, я забрал. Отлично. Гоу, гол, гол. Блюдк. Не, меня Тима бесит. Вообще бесит Тима. Кончено. Так, нас убивает снайпер. Надо быть осторожным. Он нас уже почти убил. Нет, я бы сейчас влетел, но нет. Слишком много. Не забывайте, что у Пуджа ульта. Такая печальная. Она пробивает наш БКБ. То есть он просто встанно где-то загонит и все. Все остальные будут бить. Например, снайпер. Будут нас колотить. А Пуш просто застанет. Вот и все. Вот такие вот печальные истории. В любом случае. Давай, братиша. Давай. Вот. Да и да. У вас пошел. Отлично. Вот опять, видите. Выдалась минутка свободная. Чтобы не бегать как даун. Можно пойти пофармить. О, все. Драка, драка. Началась драка. Давай, параша. И что? О, нормально, нормально. Давай, братюня. Опа. Поехали, поехали. Давай. Поехали, говно. Давай. Опа, опа. Поехала, поехала. Трипл килл. Будет? Нет. Я хочу трипл килл. Ах ты чмо. Ну, стили. Любят чмо стилить. Я говорил уже, да? Нормально. Дабл килл есть. Это самое главное. Самое главное. Вот я вам скажу честно. Мы могли бы один на пять, скорее всего, выиграть эту игру. Вот реально. Что вот это говно бесполезно? Что остальное? Ну, к сожалению, понимаете, вот не сочтите за захвастание. Это просто печаль. Вот реально. Это чмо? Сколько он дамаги внес? Ноль. Он просто подошел, один раз ульту убросил и все. И забрал на халяву. Попробуем забрать вышку. На, говно. А, ну тем более. Ну да, да. Это забейте просто. Ладно. Собираем дальше доедалось. Пойдемте. Мы можем спокойно пойти и соло убить Рошана. Нам Тима не нужна ни для чего. Идем, убиваем. Сейчас по-любому он будет стилить моих крипов. Смотрите, что он встал. Состилить хочет. Да, дайте угадаю. Состилить хочет. Можно пойти Рошу, в принципе. Ну, наверное, нет. Пойдемте лучше мы пронесем топ. Ой, это низ. Ладно, let's go. Самое главное это победить. И быстрее закончить игру. Да, вот что самое главное. Потому что мне нужно набивать 13 левел. Я уже говорил. Это так долго. Это нереально долго. Это очень долго. Чтобы поднять один левел, мне надо игр, наверное, 7-8 выиграть. Очень мало дает опыта. Это вообще забейте. Давай, братюня. Поэтому нужно просто набрать зрителей. Какой-нибудь пикс это делает, да? И обузить, обузить, обузить. Давай, братиша. Чтобы быстрее набрать уже левел. Опа, опа. Так, Е2400 будет. Отлично. Е2400. Можно продать уже топорик. Давайте продадим топорик. И купим это говно. Давай, братиша. Я тебе покушать принес пока. Эй, параша. Успею, успею. Ауч. Не успел ты. Я-то успел. А ты не успел. Доедалос офигенно на него идет. Я свое время, вот когда играл вчера, я собирал. Мы вначале проигрывали, но я потом затащил. Мы выиграли. Я собрал на нее 2 доедалоса и почти рапиру собрал. Потом в другой игре я собрал доедалоса и рапиру. Это было лучше, кстати. Мы не будем собирать 2 доедалоса. Мы соберем 1 доедалоса и рапиру. Ну, если мы успеем доиграть до этого времени. Потому что реально там такой потом дамаг. Мы любого убиваем уже практически сразу же. Прыгаем и убиваем. С доедалоса тоже идет крит. У нас получается будут 2 крита отдельных. 1 ульта большой и такой средненький от доедалоса. А с рапирой это уже забейте. Уже без разницы какой крит. У нас очень мало маны. У нас нету арканов в тиме. Это вообще конча полная. Это просто позор. У нас есть саппорты. При этом у нас нету арканов. Это вообще забейте. О! Я пошел бы сейчас. Пошли здесь бегаем на базу реально. Они поскали там сами по себе. Их убьют сейчас. А мы отрегенимся. Так у нас 11-0. Нормально. Давайте. Помирайте там. Я сразу скажу, что я не удивлюсь. Если сейчас будет минус 4 нашей тиме. Я не удивлюсь. Так. Первый пошел. Считаем. Минус 1. Минус 2. Давайте. Так. Идем дальше. Минус 3 будет. Давай, давай. Минус 3, братюня. Минус 3. И остался последний. Минус 4. Это абсолютно стандартная ситуация. Ничем не нового нет. А что вы думали? Я вам говорю уже, что мы играем одни. Что мы играем 1 на 5. И поэтому, когда нету нас, они будут четвером подыхать. В ноль практически. Ладно. Идем дальше. Теперь уже пойдем в рапиру. И рапиру будем собирать через 3 800. Антимаг. Опа. Критуля. Тысяча. Нормалек. У нас сейчас будут 2 крита. Давай, рапира, рапира. В любом случае, нас, конечно же, когда-нибудь-то убьют. Мы не бессмертные. Не забывайте об этом. Так. Это у нас ВД. У нас сейчас идет пуш, да? Давай, детка. Опа. 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 Ну, давай, Станчик. Отлично. Опа. 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 Все. Двоих убил. Молодец. У него сейчас Аегис. Я знаю. Но в любом случае, благодаря мне, минус 2. Давай, братиша. Давай. На. Чему? Опа. 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 Изи-бризи. Ну, о чем говорить? Вот пришла фантомка и всех убила. Вот и все. Ты даже кому-то там опять подавил. Кил. Ладно, все. Врубаем магнессики. Поехали. Опа. Опа. Я говорю. Мы все тащим по одной причине. Запомните. Потому что у нас БКБ. Не было бы БКБ. Мы бы стояли и солися бы. Мы боялись бы в любой замес пойти. Даже если пошли бы, да. Нас просто бы разрывали в куски станами и так далее. Гуля вообще нулево. Он здесь вообще не нужен. Он мог в лесу всю игру быть. То я пошел дальше. Занимался своими делами. Мне даже не интересно. И поэтому всегда запомните. Самое важное на Фантом Ассасин это БКБ. Самое важное. Если вас убивают, попробуйте уйти в лес. И фармить, фармить сколько можно БКБ. Именно с БКБ у меня получалось переворачивать игры. Когда у нас уже загнали под овер. А если будут отдаваться, это тоже нормально. Когда загнали нас под вышку и все. Ну я имею ввиду, все вышки снесли. Осталась наша база, да. И мы уже проигрывали. И именно в этот момент БКБ так решал. Потому что БКБ любых вражеских героев превращает практически в ноль. Там любых Зевсов и так далее. Любых магов, прокастеров просто в ноль превращает. Ну у них например Огра в ноль. А Титана в ноль. Ну Пуджа я говорил уже. У него льда такая. 2600. Давайте я сейчас набираю 3800. У нас все есть. Манна есть. Прихонечку регенция. Еще хорошо, когда в тиме у вас есть. А ЦМка тоже неплохо. Потому что ЦМка вам регенит ману. А вы первый скилл просто по КД. И на любом лайне вы в говно просто любого врага вдавливаете. Он замучится с вами стоять. Соберем Рапиру. Как всегда. Мне понравилась эта сборка. Давай, братюня. Он делает стан, как до этого Рейдж. Молодец. Логика просто шедевр. Логика шедевр. Спасибо, братиша. Так, что пойдем драться. Можно пойти подраться. Мне в принципе все равно. Мне говно. Чмол. Нет, Чмол. Я с тобой никуда не пойду. Мне посрать. Я играю с ООО, но не с тобой. Так, 3100. Нормально. Вау! О, видели, да? Даже любого крипа заберу. Так, 3200. Давай, детка, 3800. Так, там у нас или Огар, или Пуш. Там, скорее всего, Пуш, да. Огар кинул на него скилл. Тихо, тихо, тихо. Очень опасно. Опасная ситуация. Хаграунд. Ну, мне эта руна не нужна. Забирай. Ладно, пойдемте пока пофармим. Не будем как дебил. Просто бегать, смотреть на них. Просто пока пофармим. 3800 набрать. Это на такой уже будет урон. О! Давай, детка. Видите? Первый крит у нас 1000 идет. Второй крит у нас 600. Ну, 570. То есть у нас теперь будут 2 крита. 2 крита. Так, 3300. Во, пошли, пошли, пошли. Нет, не пошли. Давай, братюня, давай. Я готов к любому замесу. Опа, опа. Давай, раз, два, три. Все. Убили уже всех. Пуууу. Дабл килл. Опа, опа. Ну, давай, братюня. Давай, опа. Опа. Ой, он меня хотел скушать, бедненький. Да, ульта не зря. Ну, вот так. Видите? Вот это называется игра за Пантом Ассасин. Пантом Ассасин. Мы идем сюда, продаем это говно. Нажимаем сюда и потихонечку собираем рапиру. С рапирой у нас будет плюс 400 атаки примерно, насколько я помню. То есть, в итоге у нас уже будут под 600 своего урона. Давай, детка. Ну, чимо. Я могу, конечно же, убить его с одного крита. Один крит этой твари нету в жизни просто. Не, никакой пыли мы покупать не будем никогда в жизни. Мы же не даунны. Чтобы ради этого чмошника пыль покупать. Да вы в чем? Ладно, let's go. Букс. Эй, эй, эй. Стоп, 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 чуваки. Давайте пофармим. Вот, 1300 пошли. И 700, видите, два крита. Опа. Ну, я говорю, вот, вот, я рекомендую вам собирать такую сборку. Мне она очень понравилась. Я до этого пробовал. И именно рапиру, да. Само собой, если вы понимаете, что у вас рапиру быстро выбьют, то не надо ее покупать. Лучше не надо. А здесь, видите, здесь 700, тем более, когда меня 0 раз убили, я понимаю, что им тяжело будет у меня рапиру выбить. Тем более, БКБ есть. Я хочу купить поэтому рапиру. Хотя рапира, если часто ее неправильно использовать и просрать, она может полностью перевернуть игру. Вы можете проиграть. Кстати, против антимага хорошо пошел бы баш. Если бы собрал бы баш, отлично бы пошел. Поэтому вместо рапира могли бы собрать баш. Но! У меня уже есть итемы, которые я хочу собрать. Мы можем уже выбрасывать щиток. Он уже не нужен. Он уже в начале. У меня опять отошел звук. Я могу пойти, в принципе, Рошана убить соло спокойно, но вся Тима пойдет к нам, поэтому я не хочу. С другой стороны, зачем мы стоять будем? Надо вместе пошли убьем Рошана. У нас денежка будет побольше. О, рунка. А, так его нету. Подождите, а кто убивал-то Рошана? Я не помню. Ну ладно. Честно, я не помню, кто убивал Рошана. Полетели. Давай, братиша. Ну ладно, пока все фармим. Пойдемте тоже пофармим. Опа, 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 опа. Все пофармили, отлично. У нас такой фарм тиммейтами. Ага, не получилось? Пошли, братиша, пойдем. Это говно, пускай ФК стоит на него срать всем. Опа. Так, 1500. Видите, они даже меня не кидают скиллы, потому что они понимают, что у меня есть БКБ. Это еще один плюс. Еще один. Враги будут меньше вас контрить. У нас вардов нету, да? Ни одного варда за всю игру. Так, ну что ж, давайте, чуваки. Давай. Начинайте замес. У нас есть БКБ, хотя у нас уже время маленькое для него. На, говно, на, пошли. Опа, опа, давай, детка, опа. Ну что же мне не дали всех убить-то? Ну ладно. Все, я сейчас ухожу. И мы спокойненько убегаем и собираем то, что я хотел. Ну, вы увидели, да? Вот я еще показал самую идеальную сборку. То есть, еще раз повторяю, запомните. В любой раз, когда вы будете играть в любой игре за этого героя, всегда в первую очередь собирайте ей БКБ. Ну не в первую, мы же не в первую очередь собирали, мы потом собирали. Собирайте ей БКБ. Это полностью изменит игру. То есть вы можете быть уверены в своих силах и так далее. Ну, я сказал 400, помните? Вот. В итоге у нас уже 500, ну 500, 50, 60. Только еще почти 600 атаки. Так, там снайпер инвизная тварь, да? Снайпер инвизная. Я чему? Выходи. Можно пробовать его убить с одного крита. Я не успею, да? Тварь тупая. Ты где, мразь? Ну вот она, наша фантомка с Мидасом. Фантомка с Мидасом. Ой. Фантомочка с Мидасом. Эй, говно. Опа, опа. Все, один удар. Опа, опа. Опа. Поехали. Опа, опа. Ты хочешь меня убить? Ну давай. Так, осторожно, осторожно, осторожно. Нас сейчас пробуют убить. Нас сейчас убивать. Начали нас убивать, кстати, это плохо, плохо. Меня сейчас убили почти, я все убитый. Так, 2-100. Ну и еще одну рапиру давайте собираем, чтобы мучиться. Ну пойдет. Вот такой вот у нас лосплейчик был, скромненький, за этого героя. Давно хотел на него снять. И вот решил запилить. Ну все, всем спасибо за просмотр. Герой, еще раз говорю, очень хороший. В первую очередь он хороший именно в лейте. Очень часто этого героя в начале гнобят, потому что в начале потенциал никчемен. Например, вы можете пойти на лайн, против вас будут там стоять 2 дальних, да? Они вас в говно превратят. Всякие там сайлансеры и так далее, вас просто загнобят. Поэтому, если вам тяжело, идите в армии там в лес, на другие лайны, ждите лейта, 30-40 минуты, собирайте БКБ и так далее. Всем спасибо за просмотр, комментируйте видео, всем пока.